В зале администрации района состоялось мероприятие, в рамках которого депутаты Госдумы Российской Федерации от Адыгея Владислав Резник и Мурат Хасанов представили отчеты о проделанной за пять лет работе. На встрече присутствовали депутаты Госсовета Хаса Республики Адыгея, депутаты района, главы сельских поселений, руководители бюджетных организаций, фермеры и предприниматели, представители общественности. Открыл мероприятие глава района Заур Хамирзов. Он поприветствовал присутствующих и предоставил слово депутатам Госдумы. Общий объем поддержки из федерального бюджета за эти годы, за пять лет, рос в три с половиной раза быстрее, чем собственные доходы бюджета Адыгеи. Всего за пять лет, по сравнению, в предыдущем объеме было выделено на 66,3 миллиарда рублей. В том числе на борьбу с ковидом было выделено на республику 5 миллиардов рублей. На реализацию национальных проектов только в последние годы, с 19-го года, текущий год, было выделено 11 миллиардов 200 миллионов рублей. За уровень несвязанной поддержки за эти годы вырос на 30%. Это означает, что у руководства республики появилась возможность эти деньги не привязывать к указанию из федерального центра, куда ставить, а распределять сами. Вообще, за пять лет финансирование переданных федеральных полномочий, это те полномочия, которые государство передает в регионы, говорит регионами заниматься, увеличилось на 71%. На реализацию оригинальных мероприятий, это на субсидии, которые идут из центра, за пять лет объем вырос больше, чем в пять раз. То есть, средний рост объемов субсидий и иных межбюджетных трансветов, которые передавали в республику, составил рост 45%, то есть почти 50%. Общий объем федеральной поддержки в сфере здравоохранения за пять лет увеличился в шесть раз. На последние три года по здравоохранению было выделено полтора миллиарда рублей на переосношение медицинских организаций, которые оказывают медпомощь с онкологией, то есть в республику, пошли в этом отношении деньги на переоборудование того, что у вас в районе происходит. На это деньги идут. В том числе на ковид в 2020 году было выделено наполнительно 500 миллионов рублей. Теперь на реализацию первичного длина здравоохранения выделялось по 250 миллионов рублей. Ежегодно в 2021 и будет 20-21 будет выделяться в 2023 году. В сфере образования в целом по республике расходы выросли в 25 раз. За эти пять лет. Это серьезная цифра. Только в 2019 году по сравнению с 2018 годом более чем в два раза. В 2,2 раза. В сфере социальной политики за пять лет нам удалось сделать так, что в республике общие расходы на все мероприятия выросли в 40 раз. В 2021 году вырос более чем в два раза с 2020 года объем поддержки в связи с началом государства социальной помощи на основании социального контракта. Из федерального бюджета 85 миллионов рублей ежегодно до 2023 года будет выделяться. С расширением программы поддержки семьи с детьми от 3 до 7 лет рост на 586 миллионов рублей. По сельскому хозяйству. А сельское хозяйство для района, понятно, что сельское хозяйство района исключительно важно. Вообще по республике составило общий объем поддержки сельского хозяйства более 4,6 миллиарда рублей. То есть, понятно, что это недостаточно. И если посчитать по отдельным районам, это точно недостаточно. Но это все-таки хорошее начало. Уже 5 лет назад это было несопоставимо хуже. То есть, за 5 лет объем поддержки по комплексному развитию чьейских территорий в этой программе для республики за 5 лет, то есть, наверное, в 2015-2016 годах увеличилось в 13 раз. Ну, понятно, что деньги идут по программе «Национальный проект», по программе «Семейные фермы», по программе «Стартап». Понятно, что на эти деньги претендуют все, понятно, что их недостаточно. Но когда в Москве мы работаем с Минсельхозом и с Минфином по возможности получения дополнительных средств для республики, тем самым мы увеличиваем деньги, которые поступают сюда. Понятно, что район является, наверное, наиболее активным. И здесь предпринимательская активность больше по сельскому хозяйству, чем в его даже в другом районе республики. Это здорово. И когда, чем больше мы сумеем получить в федеральном центре, тем больше средств дойдет до каждой отдельной семьи, до каждого предпринимателя. Понятно, что там те 86 миллионов, которые по стартапам пошли, понятно, это мало. Понятно, что должно быть больше. Ну и будем, собственно говоря, это делать. Но пока вот отчет за эту историю. С 17-го года началась реализация мер по формированию комфортной городской среды. Это не так существенно может быть здесь, хотя деньги сюда доходят тоже. Было направлено по республике 563 миллиона рублей. По культуре. По культуре мы тоже должны были почувствовать, что здесь два дома культуры было сделано. В целом по республике 18 раз за 5 лет удалось увеличить объем. Понятно, что это не огромные цифры, потому что база была маленькая, и этого тоже недостаточно. Но это все-таки такое начало. Выделялись деньги на физическую культуру и сборку. У вас это тот флок, который был построен. То есть деньги доходят и так же. В целом по республике за 5 лет было выделено более 1 миллиарда рублей. По дорожному хозяйству в районе это чувствуется. Деньги сюда доходят. По крайней мере, то, что те отчеты, которые мы видим. За 5 лет объем поддержки регионального дорожного хозяйства вырос более чем 10 раз. С 2020 года, начито поэтапная передача в регионов устойчивого источника финансирования дорожных ходов. Это акцизы на продукты. Значит, только в 2020 году рост составил в регионе более 140 миллионов рублей. То есть это увеличение на 13% по сравнению с предыдущим годом. Были отремонтированы, выделены деньги на ремонт школ, на строительство новых школ. Здесь это ремонт. И на ремонт детских садов. Тоже в регионе должны были это почувствовать. Я знаю, что продолжается выделение средств на водоснабжение. Знаю, что это проблема. Знаю, что руководство республики этому выделяет, уделяет достаточное внимание. Знаю, что это будет продолжать финансироваться. Понятно, что недостаточно. Но эта проблема все равно в ближайшие годы будет полностью решена. Газификацию в районе должны закончить в следующем году. Это будет сделано. Отдельная история, связанная с проблемой в районе по речелах. Соответственно, это вопросы. Да, потому что строители будут переделываться и доделываться. Вот, наверное, такие основные моменты, которые я хотел сказать. Но мы работали и в Думе, и в Совете Федерации, все-таки командой, вместе с правительством. У каждого своя функция. Кто-то больше проводит времени в Минфине, кто-то больше работает на местном уровне. Но в целом у нас возникло достаточно хорошее взаимодействие. И еще раз говорю, что понятно, что недостаточно. Но хочется верить в то, что вы ощущаете, что изменения к лучшему в один человек явно происходят. Хотелось бы еще раз сказать, что мы все люди, команда. Мы те люди, которые сегодня из главы республики. Работаем над всеми проектами «Единой России». Роспрограммами, индивидуальными программами республики АДГ и развития. Поэтому, честно скажу, что можно добавить. Но, конечно, хочется больше делать. Хотелось бы честно сказать, что наш район, он процветает. У нас во многом люди участвуют во всех программах. Это очень приятно. В своем выступлении Владислав Резник не смог не затронуть волнующую на сегодняшний день многих тему, касающуюся вакцинации против коронавирусной инфекции. Сам депутат в числе первых сделал прививку и уже прошел ревакцинацию. Я был одним из, наверное, первых людей, первых сотни, 100-150 людей в стране, которые получили прививку от ковида, когда еще не было регистрации. А я знал людей, которые финансировали разработку вакцины. Поэтому, когда пошли эксперименты, я сказал, что, слушай, я и семья, мы хотели бы принять в этом участие. И мы еще за трех векциях регистрации в мае, в июне получили первую, вторую дозу с кубиками. Хватило где-то на 8 месяцев угол контроля антитела. И где-то к 8 месяцу уровень начал падать. И достиг серой зоны, которая не совсем понятна, есть иммунитет для имени. Мы сделали через 8 месяцев третий укол. Я делал вакцины с кубиками. У меня сразу же уровень антитела возрос почти 15-20 раз. То есть, серой зоны 17 до 239. Нам это позволило безбоязненно, в комфорте, прожить эти 8 месяцев и не заболев дожить до данного времени. Сейчас ситуация, а я смотрю по Москве, очень сильно осложнилась. Потому что вокруг нас очень многие люди стали очень тяжело болеть. Именно очень тяжело болеть. Те, кто был непривит, те, кто даже перенес заболевание, заболевают по второму разу. Новый штамм, который попал в Россию, то, что называется Дельта или Индийский штамм, он обладает очень большой заразностью. И если раньше была серая зона в той системе, по которой мы проверяемся, 17 до 12, ниже считается точно никакого иммунитета, то сейчас для наличия иммунитета к этому новому штамму требуется уже практически в 3 раза больше антитемы. И если не вакцинироваться, то могут быть колоссальные проблемы, причем возраст начинает снижаться заболевание, а тяжесть возрастает. Поэтому не слушайте тех, кто придумывает какие-то истории на тему вреда прививок. Прививайтесь. Просто спащите людей близким, в себе, и будете намного комфортнее себя чувствовать. За конструктивную и плодотворную работу депутатов Госдумы поблагодарили директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов, начальник управления культуры Рауф Хуря и председатель общественного движения ДГХС Амин Непшакуев. Вот уже 5 лет нашу республику представляет в Госдуме Российской Федерации Вячеслав Анатольевич Мурат Русланович. По их докладу прозрачно видно результат их работы, сколько было перечислено, сколько было названо цифр, сумм, каких сумм. Да и кроме цифр мы воочию видим результат их работы по всей нашей республике, да и в частности у нас в районе. Сколько ФАБа было сделано, сколько ДК, новое ДК, берегу укреплений, сколько было выделено. Мы также знаем, сколько было выделено, сколько было оказано помощи в разгар пандемии, когда везде было туго. И все это благодаря вам, все наш район процветает. И как депутат райсовета, как житель нашего района хотел бы выразить слова благодарности в ваш адрес. Успехов вам, сил, энергии, вашей нелегкой работы во благо нашей республики. Спасибо. С начала деятельности их работы видна всем нашим жителям. Какой клад они внести в развитие нашей маленькой республики, воочию мы все ежегодно видим, видели. И какой ваш труд вложен в социально значимые вопросы развития республики, оно одним словом и не скажет. Мы благодарны вам за тот труд, усилия вложены вами в развитие нашей маленькой республики и нашего района. Поблагодарил парламентариев за позитивные изменения в районе и за урхомерзов. Я хотел бы, Владислав Муратович, выразить вам всем, действительно, истинное большое спасибо. Мы все видим, все, что строится по республике. Вот все эти проекты, вы очень правильно слова сказали, это командная работа. Но без финансовой поддержки, без финансового фундамента, естественно, ничего этого бы не было. Поэтому мы от души всем вас поблагодарим. Субтитры создавал DimaTorzok